Уральская кухня 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 Я вот делаю, получается, разные орехи. Грецкий орешек, кешью, либо миндаль. И мы можем любой орешек туда добавить. Такой вот, знаете, как конфетка. Не буду называть рекламу, какая конфетка моя любимая. Можно ее туда добавить, и как раз-таки вот он получится. И пошутить монетку. Кстати, кто самый счастливый. Да, можно монеткой достать. Орехи тоже лайфхаком делюсь. То есть, беру орехи, вымачиваю их где-то часа 3-4 в воде. Вот орехи, которые Дима вымачивает в воде. Вымочил их. Когда вымачиваешь, из них выходят токсины, и они становятся более полезными. И, соответственно, потом я их обжарил. Вымочил и вымочил. Вымочил, подсушил, и потом на сковородку обжариваю. И добавляю туда специи и соль. И, соответственно, получается у них такой жареный, со специями подсоленные орешки. И очень вкусные. Кстати, кто-то даже их с медом кушает, и все равно получается очень даже вкусно. Ну, молодец. Ну, у нас прямо уже с тобой дуэт. Дуэт родился с тех пор, как однажды я тебе позвонила, да? Да. Ты про Евразию узнал. Да. Ворск приехал ненадолго, как все. А теперь задержался. Как все мы. Ворск приехал ненадолго и решил остаться. Вот все приезжаем ненадолго. И оказывается, что дом-то хорошо. Очень. На самом деле, я как-то рассказывал, что друг у меня очень много путешествовал. Да, да, да. Объехал очень много стран и разных городов в поиске того места, где ему будет комфортно, знаете, ну, по душе. И в итоге приехал он в Ворск за много лет, за путешествием, он 11 лет работал в Москве, жил в Москве. И, соответственно, он понял, что в Ворске он все-таки останется жить на совсем. А, это значит, магнетизм местный. Отправляем орешек. Так, орешек. И вот это вот такой вот этот цыпленок у нас, да? Да, и вот такой цыпленок, и мы его вот так вот скатываем. Скатали этот цыпленок. Как тефтелька получилась, да? Как тефтелька. Так. А как она вкусно пахнет чесноком. А интересно... А, для нее это самая такая подложка. Интересно. А вот морковка, я не пойму, у нас для чего лежит. А из морковки это уже больше для того, чтобы создать такой образ, да, красивый. Вот такой у нас получается мохнатенький пахнет чипленок. Да, мы травку зеленую сделаем. А, он же будет на траве. Конечно. Да, он на траве. У тебя прям, посмотри, семья тут рождается. Я думаю, вот так мы в виде семьи сделаем, сделаем одного большого, а остальных поменьше. Остальных маленьких цыпленок. Ну, дай мне тоже пополамить, хоть малыша одного, хоть понянчить. Так бабушки говорят, дай мне хоть понянчить. Так, скатали. Вот получился у нас маленький пахнет. Ох, здорово. Вот, и люди пришли, посидели, а потом записали. Еще и с музыкой. Ну да, с песнями, с твоими, с музыкой. Ну вот стулья нужно, стулья маловато. Все работают здесь. Сидеть некогда людям. Вот. Когда я однажды сфотографировалась с коллективом телеканала «Евразия», я была поражена, какой огромный молодежный коллектив, какие интересные экскурсии проходят здесь на телеканале. И как вообще интересно смотреть, как вот работают люди в этой профессии, да? Обращал внимание? Я не просто обратил внимание, когда у нас был первый корпоратив на «Евразии», и я пришел, для меня, ну, как сказать, это в диковинку было первый раз. Это не со мной, правда? Нет, это именно наши коллеги, кто на ГТРК «Евразия» работает. И я понял, что здесь настоящая, очень даже дружная семья. Да, мне они очень понравились. Вот. Какие костюмы оригинальные, новогодние, такие. В общем, очень творческие люди. Да. Очень творческие люди. Вот. Хорошие. Только операторов мы боимся. Вот они нас снимают, а потом вырезают нам то уши, то улыбку кривую, то еще что-нибудь. Самое главное, что ничего не нужно печь, жарить, прочее. То есть, получается, у нас такой вариант. Ну, вот у нас, получается, малыши. Что, у них уже ножки? А, это у них лапки. Вот у них лапки уже готовы. Лапки готовы у них. Так. Кроме лапок у нас еще прямо творческая лаборатория. Так, глазки можно вот такие вот им прилепить. А глазки, а, перц, черный перчик, да? Да. А носик у нас как? Они, носики у них будут? Носики будут? Вот носик я предлагаю нам сделать из кедрового орешка. Ага. Нос из кедрового орешка. Вот. Ой, какие прелести получились. Какие малыши хорошие. Так, кедровый орешек. И, ну, вот видите, сколько интересного, познавательного мы и мы, и наши телезрители узнают в программе «Уральская кухня». «Уральская кухня». Да, потому что много информации, информация интересная, сопровождает наше блюдо. Ну, и знаете, Татьяна Александровна, на самом деле я вот много слушаю, когда у нас запись проходит, приходят интересные люди, и некоторые вещи очень интересные остаются за кадром. Я понимаю, насколько у вас широкий кругозор. Вы можете поговорить и с маленьким ребенком, и найти общую тему. И вот Владыка приходил, да, и на тему духовности, на тему высокой. Ну, это жизненный опыт, да? Жизненный опыт, богатенький. Вот недавно обратился мужчина по телефону, он всю жизнь собирал частушки, ему сейчас очень много лет, и он не смог издать книгу «Уральские частушки». Ты знаешь, у меня все нет времени, и я хочу, может быть, тебя даже об этом попрошу, найти его и забрать этот его сборник «Уральских частушек. Многолетний, многолетний труд». Лишь бы, вот, у него даже телефон такой советский, вот такой, с трубкой, вот, а он говорит, я не успел их издать. Может, мы по телевидению как раз-таки обратимся, чтобы он написал. Может быть, нам помогут его найти, да, позвонил еще раз, позвонил. Потому что я боюсь, что время всегда неумолимо, а вот это уникальные люди коллекции собирают. Да. Люди собирают книги определенные, люди вообще занимаются творчеством, и все вот это мы можем осветить на телеканале «Евразия». Поэтому не стесняйтесь, приходите. И ваши картины, и ваши поделки, и ваши блюда, и ваша кухня, они будут еще долго-долго служить людям. Ведь вы же видите, как показывают по телевидению архив. То есть, прошлые годы, прошлые десятилетия, они все снова проходят на телеканале, да еще и в Ютьюбе мы это все смотрим. Итак, цыплята у нас уже тут народились. Практически готовы, да. Народились. Яйца нам для этого не понадобилось. Это точно. Вот. Значит, здесь содержание цыплят – это сыр, натертый натертый. Взял монастырский сыр, он более желтого цвета, сливочный сыр, это плавленый сыр, любой консистенции, то есть, какой вам удобно. Добавили мы туда приправы, куркуму, карри и сладкий перец, и добавили две головки чеснока. Все? Три головки чеснока, как по острости, кому как удобно. И здесь уже делаем, уже такую красоту наводим. Да, и вы высидели вот такую цыплячую семью, цыплячую семью, дорогие телезрители. Я сама тоже катала, участвую, поэтому вот ее преподношу вам в таком виде, чтобы вы посмотрели. Дорогие наши телезрители, я желаю, чтобы в ваших сердцах были любовь, доброта и, конечно же, счастье. С праздниками вас. Ну, а я хочу напомнить одну из православных истин. Победи себя, и ты победишь всех. Познай себя, и ты познаешь Бога. Правильно? Ешьте все, но не ешьте друг друга на уральской кухне. И самое главное – участие в наших передачах. И, как вот говорил нам Владыка, смирение. Смирение вот в таком смысле слова, когда ты сам даешь оценку всем своим поступкам. И сам понимаешь, что ты источник всех своих несчастья, счастья. И только ты сам можешь распоряжаться своей судьбой и решить, как построить свой жизненный путь. Всего доброго, дорогие друзья. С вами был Дмитрий Кот и Татьяна Александровна Фрик, авторы ведущие программы «Уральской кухни». Пишите, звоните. Всего доброго. До новых встреч.